От этих кадров бросает в дрожь. Трое мужчин налетают на компанию молодых людей, стоящих у круглосуточного магазина. И почти сразу начинают бить ножами. Двоим удалось убежать. Те, кто остались, получили различные травмы. Один позже скончался от полученных ранений. О ночном кошмаре напоминают только лужа крови и сигнальные ленты. Местные жители рассказывают, конфликт между мужчинами начался еще за пару часов до роковой драки. Я пошел в магазин купить хлеба в три часа. Шел и стояло много людей и компаний. И они меня начали грубить. Я не кипишной человек. Я сразу отошел. Я ему говорю, ты что делаешь? Я не хочу ни с кем не драться. Он мне хотел пнуть. Но я отбил эту ногу, эту руку. Знаешь, я вот так меня Бог просто спас. Я вот просто прямо отбивался весь. С утра на место происшествия приезжают друзья погибшего. Николай не может поверить, что приятеля больше нет в живых. Говорит, ведь человек он был неконфликтный. Обо всем, что случилось в роковую ночь, знает по рассказам знакомых. Так вот получилось, что он без оружия, никогда ни ножи, ничего не носили. А люди сейчас обозленные, бегают с ножами. Как раньше в наше время кулаками могли объяснить все это дело. Хватает ножи, вот режут. Режут людей просто. Может какая-то была у них там ни о чем на этом разговор. То есть был такой разговор, что обидели человека, кто-то там чужой. И они прибежали сюда и резали чуть не всех. Вот такое отношение было. Вызов в дежурную часть поступил около четырех утра. По горачным следам удалось поймать подозреваемых. Ими оказались 43-летний мужчина и двое его сыновей. Сейчас все трое уже дают показания. Мы взяли ножи, пошли с отцом, приказывали подойти. Нашли, избили их. Время не помню, отец пришел и позвал. Ну, они пошли, получается, разбираться с ним. Уже известно, что ранее между собой эти люди не были знакомы. Соответственно, конфликт был на бытовой почве, возник внезапно. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Диана Хатяшвили, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.